Спортивно-оздоровительный комплекс Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана – один из главных центров спортивной жизни Одессы и страны. На его базе проходят турниры и соревнования по самым различным видам спорта – областного, национального и международного масштаба. По инициативе лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова, в период карантина здесь проводится капитальная реконструкция спортивного сооружения. Замена покрытия, установка солнечных коллекторов, утепление, новые коммуникации и трибуны – подробнее о ходе ремонтных работ в сюжете наших корреспондентов. Развитие массового спорта – одно из приоритетных направлений деятельности Украинской морской партии Сергея Кивалова. Поскольку во время карантина функционирование спортивных площадок нашей страны было приостановлено, вынужденная пауза дала возможность провести работы по капитальной реконструкции спортивного сооружения Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. Установили, как и у нас в Национальном университете юридической академии, как во всех общежитиях, солнечные коллектора. И здесь всегда будет теплая вода для того, чтобы спортсмены после тренировки, после соревнований, они имели возможность привести себя в порядок. В этом году мы его утеплим, и можно будет эксплуатировать его и зимой, можно будет и в весенний, и в летний период. Летом не будет так жарко, а зимой будет здесь тепло. Провели, вы видите, новое отопление, газовое, электричество и солнечные коллектора. Все трибуны полностью заменят на новые. В процессе реконструкции также выполнены работы по гидроизоляции, предусмотрена вентиляция помещения, чтобы исключить скопление конденсата и проникновение дождевой воды. Единственным, что останется неизменным, это полутораметровый бетонный фундамент, который, несмотря на движение грунта, вследствие нагрузки склонов многоэтажной застройкой до сих пор остается в отличном состоянии. Покрытие у нас осталось хорошее. Здесь хорошая бетонная плита, здесь полтора метра бетона залита. Мы подремонтировали слева-справа фундамент, красим, выкрашиваем полностью все то, что необходимо, меняем какие-то конструкции. Ну и это будет лучший спортивный комплекс не только в нашем городе. Сохранить тепло зимой, а летом прохладу спорткомплексу поможет дополнительное утепление купольного покрытия. Для этого специально в Германии был заказан новый современный материал – огнезащитный синтепон, который сохраняет порядка 30% тепла, а срок эксплуатации такого материала составляет 15-20 лет. Мы помним, что более 10 лет назад было создано это прекрасное сооружение, открывал Сергей Васильевич тогда с известным предыдущим Литваком. И с того момента фактически это здание стало центром спорта, центром культуры нашего города. Здесь мы практически все меняем, начиная от накрытия и заканчивая всеми коммуникациями, которые здесь есть. Накрытие, оно закупалось в Германии. Почему? Мы искали, чтобы это было действительно самое лучшее накрытие. Мы учитывали то, чтобы оно было пожароустойчивое. Только за последние 10 лет при поддержке Украинской морской партии в городе было построено более 20 спортивных сооружений. Причем для их строительства не было задействовано ни копейки бюджетных средств. Мы построили спортивный комплекс, не используя ни одной копейки денежных средств из городского бюджета, из областного бюджета, из бюджета страны. Спортивные сооружения, которые мы построили, никогда не приносили и не будут приносить прибыль. Я открыто это говорю. В крытом спорткомплексе жизнь кипит. Свет там включается рано утром и выключают его поздней ночью. Здесь проводятся соревнования и турниры по футзалу, волейболу, боксу, теннису и бандбинтону, танцам, карате и другим видам спорта единоборств. Специальное покрытие для игровых видов спорта позволяет избежать травм. Напомним, что грандиозным событием прошлого года стало открытие нового открытого спортивного комплекса, доступного всем одесситам на набережной 8-й станции Большого Фонтана. Его оснащение позволяет проводить соревнования с самого высочайшего уровня, от международных турниров до чемпионатов мира и Европы. Комплекс вмещают в себя два стадиона, баскетбольную и волейбольную площадки, теннисный корт и тренажеры, сертифицированные в США. Арена рассчитана более чем на тысячу посадочных мест. Несмотря на то, что комплекс был капитально отремонтирован всего год назад, его продолжают совершенствовать и сейчас. Спортивную площадку застелили тенниситом. Это самое безопасное и удобное покрытие для занятий теннисом. Это лучше, чем ковровое покрытие. Это первое. Второе. Ковровое покрытие, оно, знаете, оно сейчас хорошо. Два-три года оно разлезается обычно. Потому что в природные условия дождь пойдет, там где-то влага возле моря тем более. Оно, все это мы делаем на века. Мы делаем качественно. Расположение спорткомлекса очень удобное. Рядом по территории, которая принадлежит Одесской юридической академии и Международному гуманитарному университету, проходит трасса здоровья. Кроме крытого и открытого спорткомлекса, рядом расположилась еще одна спортивная площадка, где сейчас устанавливают спортивные тренажеры. Еще одна площадка, расположенная возле набережной, предназначена для пляжного волейбола. В ближайшее время ее тоже будут реконструировать, чтобы подготовить к открытию летнего сезона. Так же, как и раньше, все спортивные объекты будут доступны для всех жителей города. Любой желающий заниматься спортом может приходить и тренироваться здесь абсолютно бесплатно.